В эфире «Свободный полёт». Пилоты, летающие на параплане, обычные люди. От остальных их, пожалуй, отделяет любовь к романтике, авантюризм и жажда настоящих приключений. Кто-то летает на серьёзных соревнованиях. Другие крутят головокружительный пилотаж. Кто-то летает на своей домашней горке или лебёдке и лишь мечтает расширить территорию своих полётов. А кто-то отказывает себе в бытовых мелочах и пару раз в год едет в горы, чтобы осуществить свои мечты о красивых полётах в красивых местах. Именно о таких непрофессиональных парапланиристах мы и расскажем вам сегодня. Бюр, Индия, штат Химачал-Прадеш. Отличное место для полётов. Три года подряд здесь проходил предкубок мира. Правильная ориентация основного хребта с запада на восток, южная экспозиция, дающая хорошие термики, дружелюбность местного населения и относительное дешевизно проживания сделали это место очень популярным среди парапланиристов разных стран. Пилоты из Франции, Британии, Голландии, Новой Зеландии, Молдовы, Украины и, конечно, России стремятся сюда и находят именно то, в чём нуждаются больше всего. Потренироваться в межсезонье, прикоснуться к индийской и тибетской культурам, просто помедитировать и подумать о вечном. Здесь это возможно, обстановка располагает. Высоким сезоном в этом месте считается осень. Спокойная погода даёт возможность посмотреть на красоту засыпающих гималаев с высоты птичьего полёта. В это время года в Бире особенно многолюдно. В предыдущие годы только одна Россия поставляла до сотни пилотов каждую осень, а прошлой осенью этот маленький посёлок навестили около двухсот русских. К весной погода значительно жёстче, что делает полёты опаснее, но при этом расширяются возможности для маршрутных перелётов. Группы, выезжающие на свободные полёты, делятся на две категории – с инструктором и без. Бир – это серьёзные горы, поэтому проходить начальное обучение горным полётам в этом месте, пусть даже с инструктором, неоправданный риск. Дабы избежать возможных проблем, в состав нашей группы включались только самостоятельные пилоты, имеющие опыт горных полётов и не требующие обучения. Не обошлось без зайцев, однако серьёзных травм удалось избежать. Формат поездки был следующий. Life for fun, дружеские соревнования и бивуачные полёты. Бивуачные полёты требуют высокого лётного мастерства, особого оборудования и слётанности участников. Лётное мастерство – это прежде всего уверенный старт, умение активно пилотировать, опыт посадок на ограниченные площадки, способность делать прогнозы погоды и читать аэрологию незнакомого места. К бивуачным полётам готовились самые опытные пилоты, горящие желанием освоить новый для себя формат полётов. Бивуак летают уже достаточно давно. Делает это в основном небольшое количество иностранцев. В России недавно были созданы громкие прецеденты – участие Дмитрия Гусева в двухнедельной гонке X-Alps и четырёхдневный бивуак Дмитрия Масленникова и Сергея Латышева к индийскому городу Чамба. Эти пилоты выступили в качестве консультантов при подготовке нашего выезда. Сборы, обработка карт местности, разработка основного и альтернативных маршрутов, подготовка снаряжения – эти этапы были пройдены в Москве. Тренировочные полёты проводились уже на месте. Чтобы разнообразить подготовку, каждый лётный день проводились дружеские соревнования. Каждый вечер – GPS-контроль и обсуждение прошедших полётов по электронным трекам. Из числа участников выезда были выделены два нелетающих человека, которые обеспечивали поддержку. Это Антон Кулаков и Елена Терентьева. Они занимались фото-видеосъёмкой, помогали на старте, отслеживали посадки и должны были быть координационным центром спасательных операций. К счастью, необходимость спасения пилотов не возникла. К слову, в Бире и окрестностях отсутствует спасательный вертолёт. Поэтому вопрос помощи пилоту, упавшему в больших горах, стоит остро. Первые три дня порадовали высокой базой, однако далеко не летали. Влётывались в новые крылья, налаживали взаимодействие пилотов в воздухе. Правда, город Драмсала, нынешнюю резиденцию Далай-Ламы, традиционно использовали как поворотную точку для маршрутов с возвращением. В следующие дни база несколько опустилась. Переразвитие почти каждый день. Поэтому теперь пилоты стартовали рано и летали между грозовых образований. В это время года грозы – обычное явление. Природа просыпается, солнце греет, влага испаряется, грозы зреют. Чем активнее прогрев, тем мощнее термики. Вариометры некоторых участников фиксировали скороподъёмность 9 метров в секунду в ядре потока. Погода ранней весной в таких горах считается опасной. Именно по этой причине парапланиристов весной мало. Наша группа из 17 человек. 8 пилотов из МАИ и десяток иностранцев. Но зато в отсутствии большого количества пилотов не было проблем с размещением в гостинице и питанием. За всё время выезда абсолютно нелётная погода была только один день. Остальные дни были либо бомбовыми, либо условно-лётными. В условно-лётные дни пилоты развлекались посадками на точность и шлифовали мастерство работы на малых высотах. В бомбовые летали в радиусе 50 километров. Был ещё один день, когда не летали. Погода была условно-лётная, но предыдущие дни серьёзно утомили участников, поэтому было принято решение устроить день отдыха. Посетили окрестные монастыри резиденцию Далай-Ламы в Драмсале. Далай-Ламы Тем временем трое пилотов Алексей Дружинин, Москва, Алексей Винниченко, Нижний Новгород и Денис Бердников, Москва продолжали подготовку к бивуачному полёту. Самое главное на этом этапе было слетаться и выработать тактику полёта в группе. Примерно через неделю после приезда Денис Бердников, трезво оценив свои возможности, принял решение отказаться от многодневного перелёта. Оставшиеся ребята предприняли пробную попытку полёта в сторону долины Кулу. Перейдя долину, находящуюся за стартовым хребтом, пилоты подошли к предгориям пятитысячников, снежные вершины которых не давали покоя нашим путешественникам и в терпеливом молчании ждали своих покорителей. Чем выше горы, тем выше база облаков, поэтому, выйдя к высоким горам, можно рассчитывать на дальние переходы. Однако на этот раз погода не позволила далеко уйти. Ребята сели по разные стороны хребта. Алексей Винниченко сел в деревушке в соседней долине, а Алексей Дружинин в нашей долине. Возвращались на паблик-басах. Кто не ездил паблик-басом, тот не видел Индию. Древние, как сама страна, автобусы, молчаливые водители, предприимчивые кондукторы и десятки глаз, устремленных в твою сторону, создают эффект полного погружения. Искренний интерес и доброжелательность простого народа не могут не вызвать ответные чувства. Вечером вся команда была в сборе. Еще одна попытка улететь была предпринята двумя днями позже. На этот раз ребята улетели подальше и сели около города Манди с тем, чтобы на завтра лететь дальше. Однако погода опять не позволила реализовать планы и на следующий день к вечеру пилоты возвратились на базу в Бир. Крайнюю попытку сделать бивуачный полет пришлось предпринимать Алексею Дружинину в одиночестве. Основная группа должна была возвращаться в Россию, а до его вылета оставалось еще семь дней. В первый день ему удалось долететь до Кулу и там сесть в непосредственной близости от старта, о котором нам рассказывал новозеландский пилот по имени Брюс еще в Бире. Брюс летает в Бире с 1998 года и знает этот район как никто другой. На следующий день сильный ветер и слабая термическая активность заставили Алексея заночевать повторно в том же месте, а через день он стартовал и пролетев в 80 километров удачно сел чуть дальше города Рампур. Полет оказался достаточно сложным и пилот забыл посмотреть сверху на направление предполагаемого старта на завтра. Завтра все попытки лететь дальше оказались безрезультатными. Сильный ветер, отсутствие посадок, а также трое суток оставшиеся до вылета самолета в Россию заставили Алексея прекратить перелет. Благополучно спустившись в город и купив билет на паблик-бас до Манди, ему оставалось только наслаждаться погружением в индийский транспортный быт и вспоминать о своем выдающемся перелете Бир-Рампур. Сообщение об успешном окончании перелета мы получили уже в Москве. К этому времени уже были подведены итоги дружеских соревнований. Третье место занял Максим Макринский Нижний Новгород. Второе взял Виктор Баскаков Сахалин. Ну а первое завоевал Алексей Дружинин Москва. Наши поздравления победителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова